В смысле? Где? Основание. Основание там и печально. Ну, это, конечно, осложнение, но что уже с ней сделать? Если сильно, я подшиваю. Ушить просто? Да, там просто чуть-чуть ушить слегка такими межепетриальными. Вы же в основном свои перфорировали. Если вы перфорировали небольшую, как прореха такая. Если вы отсекли весь кусок, то уже ничего не сделало. Резервируемые. Нет, мононития. Знаете, я работаю... Здесь такая нитка ультрасорб называется. Линтекс ее делает. Вот я ее 6.0 и колющу иголочку для трансплантата. Потому что он нежный такой, чтобы как-то с ним так мягко обращаться. Я, честно говоря, давно просто перешла как-то на отечественное вот это все максимальное производство. Дело все в том, что мне просто кажется, что у нас это не хуже вот этот линтекс. У них есть эта проблема, но вот мы уже столько лет просто его заказываем и с нами они хорошо работают. Ну, с шовным материалом долго мы боролись, потому что вот этот викрил, я вообще его не люблю, например. Он плетеный, на нем налета килограмм. Он, да, он развяз... Ну, короче... Ну, видите, мы же все прошли в основном с вами этот этап становления коммерческой стоматологии в России, когда сначала мы хватали вообще хоть что-то, что было, потому что кроме черного шелка третьего размера, который нужно было вязать, да, как канаты, ничего не было. Я помню, что в 2002 году, когда я после курса Вассермана стала оперировать рецессии, и пришла к старшей медсестре, она делала у нас закупки, попросила мне 4.0. Это вызвало такое вообще возмущение. Она созвала всех хирургов и спрашивала у них мнение, нужно ли заказывать такие нитки. Мне все в один голос сказали, что нет, они тонкие, они режут, что ими вообще делать. Но тогда еще мне не с чем было работать, чтобы было 7.0, потому что их надо видеть. Да, и какими этими иглодержателями, которыми мы работали. Что-то сон. Ага. Ага. Что-то. Что-то. Стоп-то? Ну, нет. Ну, что-то сон. Малин везет 2 недели, а я куда-то 9, я вообще симоприимно назову, 45 дней минимально 40 лет назад. Сколько времени? Я работаю мононитью во всех отношениях, потому что она удобная, на ней ничего не абсормируется. Я линдекс покупаю, но видите, у вас какая-то проблема в регионе с этим. У нас нет проблем. У них там еще есть резервируемые нитки такие, но я, честно говоря, даже не помню, как они называются. У них там есть резервируемые нитки. А я очень хорошо знакома с главным инженером Индекса. Это произошло чисто случайно. В 2004 году ко мне под ДМС пришел пациент. Ему привел терапевту с такими глазами, с такими, все лицо. Он говорит, посмотрите, пожалуйста, что это. Ему тогда только вошла в моду горячая бута-перча. Ему запломбировали 16-й зуб, горячая бута-перча. И она через разгомбленный апекс вылилась под десну. У него была дегестенция кости. И у него это все микроз, ожог. И я его прооперировала, все это убрала, сделала пластику мягкотканную, все там переместила, у него все зажило. Когда мы шили, он меня спросил, чем мы пользуемся. Я ему сказала, что то ли векрил, то ли еще такой зеленый был. Нет, импортный, какой-то дорогой. В общем, какой-то с длительным сроком резорции. И он мне так заинтересовался, я говорю, а почему вас спрашивать? Я говорю, вы в этом разбираете что-то? Он говорит, да. И ушел. Он пришел через две недели, снимает швы и приносит мне огромную коробку. Я говорю, что это? Он говорит, попробуйте. Я говорю, это то, что мы на экспорт готовим. А у нас, кроме третьего номера шелка, никогда без нее ничего не было. А тут он мне принес и шестой, и пятый, и такой-сякой, и как будто пятерка, и колющий, и лежащий волк. Я говорю, так а почему вы так к нам относитесь? Мы что уже? Я говорю, посмотрите, мы вынуждены покупать по безумным каким-то ценам, работать только импортным материалом. Неужели вы нам не можете тоже сделать как бы хорошее все? Ну прошло какое-то количество резий, действительно они расширили линейку и стали. А он мне объяснил, говорит, просто даже качество стали на иглы было разное. На одной линии для России, а на второй линии на экспорт шла она. То есть я ему, пожалуйста, говорю, слушайте, ваш шелком невозможно работать, он ломается. Только ты его взял, и он весь ломается постоянно. Ну и собственно мы зашиваем вертикальные разрезы. Все то же самое, апекально фиксируем и шьем сюда вертикальный разрез. Вот и весь ротированный лоскут и забор трансплантата. Ничего сложного нет, методика отработана. Клинически она оправдывает себя, потому что она вмещает очень большой объем работы. Вы можете при множественных рецессиях работать спокойно этим методом и все у вас будет хорошо. Деэпидролизируйте хорошо сосочки в этом случае. Это самое главное нарекание у всех хирургов, с которыми я общалась, что вот небольшие такие как-то, когда заживает, как рубчики на кусочках образуются. Они потом уходят тоже со временем. Мария, а можно вопрос? По месту, да. Ну вот он ротированный называтель, вот как он ротируется? Вот так. Его ротация кнутри происходит. У него есть центральный зуб. Вот смотрите. То есть ткани в кучу. Да, вот это ротация. То есть не вокруг себя, а ротация кнутри. Вот видите? Вот я даже здесь его специально показываю. Здесь же клык, центральный зуб. И видите его сосочки. Видите, вот ротация произошла. Вот в области клыка они, эти сосочки, собрались вместе. Здесь корональное перемещение не только за счет мобилизации лоскота, но и за счет нового положения хирургических сосочков относительно анатомических. Мы не прямо перемещаем, а вот так кнутри его ротируем. Там есть же медиальное, а есть дистальное. И к центральному зубу ротируем. Да! Продолжение следует...